Молодец, молодец, Гучо. Пригласил бабушку. Она ещё может? Мне кажется, нет, но пусть хоть покружится. Смотрите, что она делает. Вот это да, как элегантно. У них отлично получается. Чем дело, бабушка? Сбилась с ритма. Бабушка, бабушка. Ой, что с ней? Потеряла сознание? Это из-за сахара Гучо. Отведи её в спальню, я сделаю ей укол. Осторожно. Идём, бабушка, идём. Вот видите, это всё из-за шоколада. Идёмте. Старуха испортила весь праздник. Надеюсь, она не умрёт, а то праздник будет испорчен окончательно. О, Боже, не сглась. Какой печальный финал. Она частенько притворяется. Будем надеяться, что это очередной трюк. Как скажешь. Кстати, посмотри на игрушки, Рассито. Ты обратила внимание, какое у младенца милое личико? Да, очень милое. А звезда прямо горит. Я специально купил такую блестящую. Ты видишь? Вифлеянская звезда. Она вела мудрецов. Сеньора, а вы не ложитесь. Ступай спать, Мис. Но почему бы вам не лечь? У вас измученный вид. Идите, ложитесь. Не настаивай. Я подожду мужа. Франциско придется объяснить, где он был. Но сегодня между нами все разрешится. Я сегодня узнаю все. Так больше продолжаться не может. Я хочу все выяснить. Сеньора Йоланда. Мне грустно видеть вас такой расстроенной и быть не в состоянии помочь вам. Я вас очень люблю. Я знаю, Настя. Спасибо. Никогда не думала, что со мной может такое случиться. Что Франциско со мной так поступит. Но я положу этому конец. Франциско придется мне все объяснить. И где он был, и с кем. Но мне кажется, это только усложнит ситуацию. Ты ошибаешься, Настя. Я узнаю всю правду. Я потребую, чтобы Франциско все рассказал. Послушайте. Поговорите с ним завтра. И не подумаю. Он все расскажет сегодня. А ты иди спать. Я хочу остаться одна. Мне надо подумать. Франциско должен мне объяснить, что с ним происходит. Нам предстоит многое выяснить. А потом я приму решение. Какая у нее ужасная болезнь. Если вы мне позволите, я ее вылечу. Вы? Разве вы разбираетесь в медицине? Нет, абсолютно не разбираюсь. Но я знаю массу домашних средств. Ясно. Вы прямо как моя мама. Она всех лечит травами. Домашние снадобья гораздо лучше тех, что прописывают врачи. Вот скажите, что может быть лучше аниса при боли в желудке? Или руты для остановки кровотечения? Да, но сеньора Хосососина не страдает ничем подобным. У нее диабет. Но ведь существует столько полезных природных веществ. Тем, у кого проблемы с желудком, рекомендуется печеные бананы и овсяная каша. А для мужской силы нужно есть чеснок. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Я к Марии Эмили. Она сказала, что... Алехандро, проходи, пожалуйста. Проходи. Эми ждала тебя, но случилось кое-что непредвиденное. Да? Сеньоре Хососефине стало плохо. Эми сейчас с ней. Какая неприятность. Эта сеньора сама во всем виновата. Знает, что ей нельзя сладкого и все же выпила две чашки шоколада с тортом. А врача вызывали? Эми сделала ей укол. Она сейчас отдыхает. Но ей было так плохо. Может, ее лучше отвезти в больницу? Не нужно. Не такое часто бывает. И Эми ей помогает. Если бы мы каждый раз возили ее в больницу, Неприятно заболеть в такой день. И не говори. Это произошло в самый разгар веселья. Хорошо, что мы успели пообедать. А тут все остались бы голодными. Если бы, не дай бог, это произошло пораньше... А я могу увидеть Марию Эмиллера? Не знаю, сможет ли она выйти. Нина, ты не могла бы сказать Эми, что я здесь? Хорошо. Я знала, что это мое последнее Рождество. Я же говорила, у меня было предчувствия. Бабушка, оно у тебя каждый год. Успокойся. Ничего не случится. Нет. На сей раз это серьезно. Очень серьезно. Все пройдет, бабушка. И скоро ты опять будешь пить шоколад. Ты зря потащил ее танцевать. Это все из-за шоколада. Если бы она не пила его, ничего бы не случилось. Не ссорьтесь из-за меня. Это мои последние минуты. Я умираю. Не говори так. Не говори так, бабушка. С тобой все будет хорошо. Все будет хорошо. Не надо заставлять нас страдать. Пожалуйста. Пожалуйста. Зовите священника. Наверное, меня уже заждались в раю. Таких, как ты, в рай не берут. Это почему меня не примут в рай? Я чиста душой. И такие, как я, имеют право. Какие вы жестоки. Даже умереть спокойно не дадите. Бабушка, не преувеличивай. Как ты смеешь так со мной разговаривать? Твой брат меня совершенно не уважает. Даже... В мой смертный час он мне хамит. Ямель, можешь выйти на минуту? Что случилось? Пришел твой жених. Зачем ты пришла? Нет? Не уводи Марию, Милю. Пусть побудет со мной. Ей действительно плохо. Да вроде не очень. Но я не могу уйти. Но как же быть? Извинись. Извини за меня перед Александром. Скажу, что я не могу сейчас выйти. Вы представить не можете, как это все случилось? Мы веселились. Выпили ленца, который принес Дон Руденсио. И вдруг, баба, синьора рухнула. Полагаю, она тоже немного выпила. Я уверена. Простите. Ну что? Эми не может выйти. Синьора Хосефина считает, что она умирает и не хочет оставаться одна. Умирает. Да она всех нас переживет. Мама. Дочка, я ее штучки наизусть знаю. Ну уж простите, но бабушка не отпускает Эми от себя. Что ты тут поделаешь? Но думаю, будет лучше, если я останусь на всякий случай. Вдруг синьоре станет хуже. Я могу понадобиться. Не волнуйтесь, синьора Гера. Вы не понадобитесь. Мы сами справимся. Послушайте. Что ж, если так, я пойду. Надеюсь, синьора поправится. Спасибо. До свидания. Зачем ты это сделал? Что? Сказал такое Алехандро. Да, синьор, да. Из-за тебя голубьи могут поссориться. Нет, нет, нет. По вине синьоры. Из-за нее тоже. Но у нее паршивый характер. А ты... Я ничего такого не сделал. Сказал, что у Эми есть друзья. Да, но ты это сказал так, что он обиделся. Надеюсь, что синьора не умрет. Представляете, сколько зимой стоят похороны. Я умираю. Алгуста зовет меня. Нет, бабушка. Не говори о смерти. Ты не умрешь. Да, да. И не пытайтесь меня обмануть. Я знаю, что у меня агония. Ты считаешь, что лучше меня знаешь, умираю я или нет? Я хочу быть похороненной рядом с...